Если у Григора Антоняна звонит телефон, значит кто-то в беде. На сборы несколько минут. Григор полтора года работает участковым. В своем административном районе, от улицы Новороссийской до улицы Тургенева, он знает каждый закоулок. Общественность и жители района души в нем не чают. В моем расположении 9 домов. С участковым работаем вплотную. Мы по каждому вопросу стараемся звонить и на это реагируют. В своей победе на краевом конкурсе в номинации «Лучший дворовой комитет» жители отмечают большую заслугу своего участкового. С участковым мы очень тесно работаем. Всегда реагирует на все наши просьбы. Помогает, если какие-то у нас ситуации случаются. Вообще очень нравится нам с ним контактировать. Хочется пожелать ему успехов в его работе. И только чтобы у него были хорошие показатели, мы его не будем подводить. Для Людмилы Шмаковой координатора западного микрорайона лучше помощника не найти. Человек дипломатичный, очень обязательный, быстро реагирующий на все ситуации, умеющий разговаривать с людьми, объяснить правильно ситуацию. Ему можно звонить в любое время, всегда ответит. «Мы с ним проводим подворовые обходы, ходим по дворам, объясняем миграционную политику. Ходим перед Новым годом, обязательно о пожаротушении говорим. Также мы с ним много внимания уделяем санитарному состоянию города. С ним очень приятно работать. Помимо того, что он приятный как человек, он знающий. И я думаю, он очень перспективный парень». «Самое главное в нашей профессии – все делать сообща и поддерживать друг друга. Один в поле не воин. Хотя судьба участкового быть одному, у нас напарников нет». Участковый – почти психолог. Нужно каждого выслушать, помочь словом или делом. «Люди разные, но в основном понимающие, оказывают содействие, помогают во всем. Делятся информацией, проблемами, помогаем по возможности. Разбираемся с каждой проблемой, исходя из того, что специфика. И люди разные, ко всем нужен свой подход». В детстве Григор хотел быть биологом. Но, по примеру, дядя майора полиции в отставке поступил в Краснодарский университет МВД России. «Работу свою любит». «Знал всю сложность и специфику работы, но все-таки я согласился. Когда работу любишь, все складывается хорошо, все получается». Теперь он сам – пример для младших братьев и сестер. Правда, своей семьей пока не обзавелся. «Такую девушку надо найти, чтобы выдержала и понимала. У многих наших сотрудников есть жены, дети, понимающие. Ждут дома каждый вечер, несмотря ни на что». Несмотря на ночные дежурства и тревожные звонки, работа у них такая – людям помогать.